Привет, дорогие подписчики! Меня зовут Ксюша, и вы у меня на канале. Если раньше я говорила, что это канал про моду, стиль, про путешествия, и недавно сюда добавился лайфстайл, то сейчас я даже не буду давать какое-то описание, потому что все-таки у меня еще такой молодой YouTube-канал, и я хочу пробовать разные форматы, и сегодня как раз первое видео в новом для меня формате. Я буду рассказывать, почему я решила бросить пить спиртное. Но прежде чем я начну делиться своими мыслями, я хочу напомнить вам, что нужно подписаться на мой канал, обязательно поставить лайк этому видео для того, чтобы, не знаю, потешить мое самолюбие. Я буду очень вам благодарна. Я сейчас начну делиться своей историей, хочу сделать это как-то хронологично. Мне бы хотелось именно поделиться своим путем, то есть как я вообще к этому пришла, что произошло, что вообще было. Ведь это история не одного года, а больше даже десяти лет. И я сразу хочу сказать, что это видео не о том, как плохо пить для вашего здоровья, физического или ментального. Я вообще не хочу быть никаким нравоучителем, я просто делюсь своим опытом, что я чувствовала, что я чувствую, почему так произошло. То есть это скорее видео, возможно, даже для меня самой, потому что рассказав историю вам, возможно, во мне тоже что-то уляжется, что-то как-то структурируется, и мне самой станет от этого легче. Ну, в общем, у меня был такой порыв. Я на протяжении трех недель обдумывала съемки этого видео, и все как будто бы затягивала и откладывала. И это тоже вопросик, почему так получилось. Видимо, где-то какие-то блоки есть. Я хочу начать издалека, когда мое тело впервые познакомилось с алкоголем. Если рассказывать какие-то там, не знаю, забавные истории, то, ну, несерьезные, такие больше увеселительные, то первое, что я попробовала в своей жизни, это был бокал шампанского. Это был мой четвертый класс, это была новогодняя ночь, и я не помню, кто-то мне предложил это сделать, или я сама проявила такое желание, ну, в общем, это было при взрослых. Я сделала буквально 2-3 глотка и начала фукать, говорить, как это невкусно. Вот мне интересно, почему я запомнила этот момент, потому что это был первый раз, когда я попробовала алкоголь, или потому что потом, спустя несколько часов, меня стошнило, чего я вообще не помню до этого момента. Вот, возможно, это алкоголь так сыграл со мной. И с тех пор я не пила до подросткового возраста, и вот теперь, если уже говорить как-то более серьезно на эту тему, не в шутку, когда там дети пробуют алкоголь и фукают, бякают, это было... Вот я честно не могу сказать, какой это был класс, это точно была старшая школа. У меня сомнения между 8 и 9 классом. Наверное, вот примерно тогда мы начали с одноклассницами выпивать. И, кстати, интересно, что когда я прописывала себе набросок того, что я вам буду рассказывать, я словила себя на мысли, что я пытаюсь как будто бы что-то то ли не рассказать. Почему-то какой-то дискомфорт я испытала вот в этот момент, я глубоко в этом не копалась, но я понимаю, что я испытываю чувство стыда за то, что я начала пить в том возрасте. Я размышляла о том вообще, почему я начала пить, почему это произошло. Я не знаю, кто был инициатором, как это получилось, но вот как-то в компании появился алкоголь, это было что-то запретное. У вас как будто бы появляются общие смешные истории, но эти истории, они такие плоские, детские. Когда я сейчас вспоминаю эти истории, ну, тогда мне было очень смешно, мы долго вспоминали какие-то истории. И вот сейчас уже все, это закрытая глава, и то есть, ну, я думаю, ну, ок, хорошо, тогда тебе было вот так. После окончания школы я переехала в Москву, и здесь, я считаю, начинается новый этап. Во-первых, я уже совершеннолетняя, то есть как раз мне 18 лет исполнилось. И здесь, наверное, начинается такой период взрослости, и как раз-таки употребление алкоголя, оно вот для меня как будто бы сопряжено с тем, что когда я выпиваю, я демонстрирую свою взрослость, независимость, самостоятельность, что теперь я не вот та девочка, которая, не знаю, украдкой где-то может выпить, а уже взрослая девушка, которая может позволить себе, там, купить бутылку вина, выпить ее в компании или, там, заказать коктейль. Вот знаете, что-то уже другое проявляется, как будто бы это уже подвязывается на ощущение себя в обществе и на то, как ты себя транслируешь. Это сейчас, когда я вспоминаю свои эмоции, я вот так это вижу и чувствую. Конечно, может быть, где-то там память мне врет, но вот я вот так это вижу. Второй момент, я думаю, что я довольно меланхоличный человек, то есть я, не знаю, подвержена грусти, вот каким-то таким чувствам. И сейчас, когда я там что-то вспоминаю, даже про подростковый возраст, я понимаю, где и что это прослеживается. В момент как раз-таки, там, 18-ти старше лет у меня появляется связка алкоголь и вот эта меланхолия, что они как будто бы сцепляются, и вот эта меланхолия, она усиливается. И каждый раз, ну, или почти каждый раз, когда я выпивала, я начинала о чём-то грустить, переживать, вот что-то у меня такое начиналось. Если в подростковые годы употребление алкоголя было больше связано с каким-то весельем, то уже вот в этом возрасте я начала использовать алкоголь для того, чтобы проявлять какие-то свои эмоции и чувства, которые я не могла выразить в обычной жизни. То есть алкоголь становился проводником. И вот в этот период я иногда совершала такие поступки, о которых потом жалела. То есть вот опять же, если в подростковом возрасте вы похихикали, повеселились, посмеялись, то здесь уже случаются такие вещи. Это не что-то криминальное. Сразу там, ну, не хочу какую-то интригу создавать или какое-то пространство для домыслов. То есть я могла писать какие-то сообщения каким-то людям, о которых потом жалела и понимала, что я бы не сделала этого, если бы я не выпила. Или во время наших застолий я могла спорить и нести какую-то вообще ахинею и чушь, доказывать там с пеной у рта, не знаю, свое мнение. И вот такой яркий пример мне сразу в голову приходит, когда мы сидели в баре с подругами. Я яро утверждала, как же плохо делать аборты, и это просто какой-то трэш. Я что потом утром думала, господи, это прям, ну, мне прям было очень стыдно. Очень незаметно происходит такой момент, когда алкоголь начинает мной управлять, а я, получается, собой управлять перестаю. И не отдаю отчет вообще в том, что я делаю, говорю. Но, конечно же, в тот момент я ничего не понимаю этого. Какие-то истории, не знаю, мне казались смешными, и мы все там, не знаю, над ними смеялись, хихикали. И тогда ты даже испытываешь немножко такое приятное чувство от того, что ты стал гвоздем программы на вечеринке. И тогда как будто бы даже твоя самооценка подпитывается. Ну, вот только как-то она так токсично подпитывается, ну, ненормальным путем. А в какие-то моменты получались вот такие истории, когда тебе стыдно. Ну, и, конечно же, были такие застолья, когда все проходило нормально. Не так, что всегда либо так, либо так. Но, тем не менее, вот эти два полярных конца, они тоже были. Потом, со временем, уже где-то там к 23-24 годам, там, не знаю, отношения с алкоголем немножко стали меняться в плане какого-то флера. А теперь мы уже собирались в основном там либо у нас, либо у друзей. Это всегда такая камерная компания, самые близкие люди. И все наши посиделки сопровождались вкусной едой, какими-то интересными разговорами. Наверное, вот если сейчас так вспоминать, можно подумать, что в тот момент как будто бы не было таких ситуаций, за которые мне было стыдно. Но, возможно, я просто о каких-то ситуациях не помню. И, то есть, поэтому, когда я это вспоминала, я сначала подумала, неужели был период, когда, ну, то есть, я не была там, не знаю, под воздействием алкоголя, и он мною не движел. Потом я подумала, что все же я ждала эти встречи. Вот тут сложно отделить. То есть, с одной стороны, я, ну, обожаю наши встречи с друзьями, что тогда, что сейчас. И, ну, это реально классное время. Но и в то же время я как бы думала о том, что вот, ну, сейчас мы встретимся и будем пить вино. Вот, то есть, это, знаете, как будто бы такое эстетское отношение, что вы сидите в приятной компании, выпиваете вино. И это даже пропагандируется, наверное, не знаю, из телевизоров, из кино, что это все так красиво, что ты как будто не можешь отказаться от этого. И вот как раз проблема вот в этом. То есть, пусть у меня не было таких ситуаций, как раньше, за которые мне было стыдно, за свои разговоры и слова, тут все равно остается вот эта зависимость, но она как-то так красиво завуалирована. Вот, наверное, в 25 лет я впервые начала очень сильно бояться того, что меня ждет, или со мной уже случается, происходит алкогольная зависимость. И это прям были, ну, такие довольно сильные страхи, я обсуждала это, ну, делилась своими мыслями тогда с подругой, с сестрой, с Владом. У меня началась внутренняя сильная тревога, что вот у меня появились дети, и я сначала пью так же, как и сейчас, а потом это все будет становиться сильнее и сильнее, как будто бы вот впервые осознала, что это очень скользкая дорожка, и она очень размытая границы. То есть, где там начинаются первый пункт и второй, ты не понимаешь. И в тот же момент я начала давать себе слово внутренне, то есть не так, что я всем провозгласила, я теперь не пью. Я просто сама себе говорила, все, я больше не пью. И каждый раз я это слово не сдерживала, каждый раз, когда мы с кем-то встречались, собирались. Наверное, было пару раз, когда я, по-моему, объявляла, что вот в эту встречу я пить не буду, но в итоге, там, не знаю, когда Влад брал, там, либо бокал пива, либо бокал вина, я прям вот как-то так смотрела и думала, ну, мне тоже хочется. И, ну, и мне тогда, ну, друзья говорили, ну, что ты себя ограничиваешь? Меня никто не уговаривал ни в коем случае, просто это именно выглядело как какое-то вымученное мое, не знаю, желание или что-то такое. Я как будто бы только и ждала, чтобы мне кто-то это сказал, и я такая, ну, ладно, я тогда тоже выпью, там, бокальчик. То есть я стопа не выдерживала. Потом как-то со временем у меня это улеглось, и, ну, я легче стала относиться к тому, что, там, не знаю, я выпиваю. И вот еще я помню, что однажды мы гуляли с Владом по Сретенскому бульвару, и проходили мимо какого-то кафе, у которого веранда была распахнутая, и там такие столики красивые стояли, и люди вот сидели, пили коктейли, вино, и я прям, проходя мимо них, подумала, блин, классно, вот бы так сейчас сидеть, тоже зайти туда и, ну, сидеть и выпивать. Получается, это все-таки какое-то стремление принадлежать, не знаю, какой-то группе людей. Потому что, вот я даже вспоминаю свои ощущения, когда объясняю себе, почему вообще вот это желание возникало, там, не знаю, тоже так сидеть на веранде. Потому что каждый раз, когда я сидела где-нибудь, не знаю, в ресторане или там на отдыхе на веранде, вот ты сидишь так красиво с бокалом, ты себя как будто бы иначе ощущаешь. Это влияло на мою самооценку, то есть я себя пыталась видеть со стороны, представляла себя такой, не знаю, красивой, богемной, не знаю, какое-то вот такое ощущение. А еще одно время был какой-то пик популярности коктейля Апероль Шприц. И я, конечно, его просто люблю на вкус, но был именно момент его популярности и моды, когда прям в Инстаграме все такие вот Апероль, какие-то шутки, футболки, мерч у людей начал появляться, потом с просекой, то есть вот как будто бы какая-то популяризация, и тебе хочется быть сопричастным всему этому. И поэтому все кажется таким, не знаю, забавным, приятным, красивым. Вот ты ощущаешь себя именно как часть вот этого общества. В 2019 году я начала изучать психологию, просто слушала на ютубе Лобковского. До этого момента, до 2019 года я относилась к психологии как к эзотерике, очень скептически, и считала, что люди, говоря о психологии, выпендриваются. И вот тогда начался какой-то медленный сдвиг тектонических плит в моем мозгу, но тогда не было никаких решений. Тогда я только начала очень многое в себе замечать, и, возможно, я не хотела этого замечать, потому что замечать я стала неприятной для себя вещи. Где-то там я вела себя как агрессор настоящий, где-то впадала в роль жертвы. Короче, много неприятного начала вскрываться, но это все, опять же, не быстро, все было постепенно, и поэтому решения какие-то тогда я не принимала. Просто это именно тот момент, когда, не знаю, семена были посеяны в моей голове. В 2021 году я пила таблетки, и пока я их принимала, я решила, что не буду пить алкоголь, чтобы, ну, короче, не спорили эти таблетки и алкоголь, хотя там не было, по-моему, таких прямых рекомендаций. Но для меня это был тогда вызов. И мне кажется, я даже в какой-то степени как будто бы хотела придумать какой-то повод, чтобы не пить, потому что, ну, у меня был в голове вопрос, а я вообще могу, ну, противостоять алкоголю или нет? То есть настолько он для меня, ну, настолько он имеет власть и силу надо мной или нет? И получается, те два месяца, когда я не пила, я как будто бы собой гордилась, и это была такая галочка, что да, я могу. Но потом, там, не знаю, спустя два месяца или, может быть, два с половиной, я всё равно начала, там, не знаю, коктейльчики пить или вино. Но у меня вот в тот период выработалась норма, я поняла, что мне можно пить один-два бокала вина или, там, один-два коктейля, не больше. Если я выпиваю больше, то, ну, это уже, ну, не знаю, переход границ. Ничего катастрофичного не происходит, вот так, если посмотреть. Ну, то есть всё равно я уже ощущаю себя по-другому на физическом уровне, я уже, как бы, рискую начать нести какую-то чушь, начать грустить, погружаться в какие-то мысли. Может быть, это, конечно, и способ, там, не знаю, вытащить из себя что-то, но это плохой, тупой способ вот так свои эмоции доставать из себя. Я выработала для себя правило, что один-два бокала, не больше. Но, конечно же, я этого не всегда придерживалась. И каждый раз, когда я этого не придерживалась, я о себе говорила, то есть всё-таки алкоголь тобой управляет, почему ты не смогла остановиться на одном-двух бокалах. И вот, наверное, здесь мы плавно переходим к тому, почему я бросила пить на год. Не так, что я всё совсем. Последний раз я пила 2 декабря, это был день рождения моей подруги, и, опять же, ничего, ничего катастрофичного не произошло. Но я выпила больше, чем 2 бокала. И в итоге утром я себя чувствовала плохо и физически, и морально. И меня почему-то вот физическое состояние не так, наверное, волнует. Я понимаю, что, ну, хорошо, там, не знаю, сейчас немножко там ты себя плохо чувствуешь, но надо просто полежать, и всё пройдёт. А вот в моральном смысле меня это очень сильно напрягает, и я понимаю, что я в каком-то порочном круге оказываюсь, где я начинаю себя ругать мысленно, винить, стыдиться. В этот день рождения подруги я превратилась в какую-то размазню, и это произошло в очередной раз, когда я начала о чём-то ныть. Говорить какие-то вещи, вот я потом думаю, зачем я это говорила? Я ничего плохого не говорила, если что, никого там не оскорбляла, вот просто жаловалась, что мне всё так плохо, вот прям не люблю вот эту черту. И я прекрасно понимаю, что если бы я не пила, я бы этого не сделала. А перед этим в ноябре был день рождения у моей сестры, и тогда я тоже выпила лишнего, потом мы вернулись домой, я начала что-то говорить Владу, жаловаться, вот то же самое. В итоге я плакала, и на следующий день я думала, господи, ну почему, ну почему это случилось, почему я вот так себя веду? Я говорила о тех вещах, которые меня действительно там волнуют, и я из-за них там переживала. Но почему нужно было делать это на пьяную голову? Почему нужно было говорить об этом именно тогда? Вот это мне вообще не нравится, и я понимаю, что если бы я была трезвая в тот момент, когда я это говорила, я бы вообще по-другому себя ощущала, и другой бы эффект это был. А тут как будто бы я создаю себе условия для того, чтобы сначала выпустить эмоции, а потом себя за них стыдить, и какой-то это бесконечный круг. Но я хочу сказать, что несмотря на то, что такое решение я приняла после того, как, ну получается, я выпила, и у меня были вот такие триггерные ситуации, мне кажется, что я бы рано или поздно это решение приняла, и приняла я его в какой-то легкости, не было такой тревоги, я как будто бы почувствовала свою силу, когда я это решение приняла. На следующий день после дня рождения подруги я себя мысленно поругала, но потом просто сказала себе, все, ну типа останови этот поток, ну он бессмысленный, зачем ты сама продолжаешь играть в эту игру? Просто, ну все, у тебя вот есть подтверждение, что какая-то склонность, она существует, поэтому просто, не знаю, брось себе вызов, и попробуй не пить целый год. Если раньше у меня уже случались ситуации, как я вам говорила, я мысленно сама себе говорила, что я попробую не пить, но у меня внутри всегда было какое-то сожаление, что как будто бы я себя тогда именно ограничиваю в каком-то удовольствии, а здесь вот это отношение к выпивке как к удовольствию, оно исчезло. Я подумала, что в принципе удовольствие я могу получать и иначе, и мы даже не раз обсуждали с Владом, что, например, когда ты выпиваешь там первый коктейль, ты ощущаешь этот вкус алкоголя, а вот потом уже он теряет как будто бы свою ценность, и потом ты можешь пить хоть что, там хоть, не знаю, хоть лимонад, хоть, ну, хоть лимонад со вкусом там, не знаю, опироля, хоть что, потому что уже, ну, нет как будто бы в этом ценности, и еще у меня был такой барьер, я когда думала о том, чтобы бросить пить, я всегда начинала смотреть на это такими глазами, что я оказываюсь в компании, говорю, что я не пью, и меня начинают уговаривать. Вот я почему-то не раз об этом думала, и я не могла придумать, как я буду давать отпор, ну, либо там, не знаю, придумывала, что скажу, что я пью антибиотики. В какой-то момент, когда я в очередной раз об этом подумала, я задала себе вопрос вообще, почему я так думаю? И я поняла, что я думаю так, потому что это я тот человек, который уговаривает других людей, уговаривал, ну, давно уж такого не было, ну, то есть вот если были ситуации, если вдруг в компании оказывались там люди, которые решили там не пить, я все равно как будто бы пыталась вот эту информацию из человека вышить, а почему? Да ладно, типа, выпьешь бокал, ничего такого. Вот, то есть вот как-то так это происходило. И я поняла, что я этого боюсь, потому что это я была тем человеком, и почему я решила, что кто-то будет уговаривать меня. Ну, это же вообще не так. Во-вторых, я начала еще думать о том, а почему я уговаривала других, и это вообще такой, вообще неприятно об этом говорить, ну, о том, что я кого-то уговаривала, то есть потому что я сразу себя такой, ну, какие-то неприятные черты для себя вскрываю, и я понимаю, что я уговаривала других людей выпить, потому что я себя чувствовала некомфортно на фоне непьющих. Почему я не могу не пить? То есть в этот момент я чувствовала их внутреннюю силу, их стержень, которого, наверное, не было во мне. Они подсвечивали какие-то мои изъяны. А сейчас, когда я решила не пить, у меня даже не было вот этого вопроса, что я скажу, мне вообще все равно. То есть мне не страшно, что меня сломит предложение выпить, что человек скажет, ну, давай выпьешь, и ты выпьешь. И я поняла, что причина была именно в том, что у меня не было какой-то внутренней силы сказать, там, не знаю, нет алкоголю, и не было внутренней силы давать отпор. Ну, а теперь я вообще считаю неважным, кто мне что скажет, вообще не имеет значения. С того момента, как я перестала пить, прошло всего полтора месяца, это, ну, не так много, но это много для меня. Получается, с того момента, как я впервые начала вот пить в подростковом возрасте, было два месяца, когда я вообще не пила, это когда я принимала лекарства два года назад. Ну, то есть вот прям, чтобы даже не бокала вина, вот ничего. И те два месяца, не помню, чтобы они прошли быстро, а вот эти полтора месяца, они очень пролетели. И мне кажется, это как раз таки связано с тем, что у меня как будто бы потерялась важность всего спиртного. У меня уже было несколько встреч с подругами, потом мы праздновали Новый год, в общем, поводы для алкоголя были, но я нигде не пила, и это не было чем-то сложным. Конечно, я себе задавала вопросы, что я вообще чувствую, я поняла, что я ничего, ну, то есть ничего страшного я не испытываю, то есть у меня нет такого, что все сейчас пьют дорогое шампанское, я не пью. Вот, ну, просто, ну, вообще ничего. И нигде меня никто не уговаривал. А еще я поняла для себя такой вот важный моментик, вообще не обязательно как-то афишировать, что ты не пьешь. Вот, например, ты оказался на какой-то встрече, и не обязательно всем объявляют, что там, ой, я не пью, нет-нет, мне не наливай. Ну, то есть наливают всем, пусть и тебе нальют, ну, не придавай этому значения. Пусть рядом с тобой стоит этот бокал, и все. Ты просто не будешь его пить. Никто там, не знаю, не сидит и не следит, там, пьет ли Ксюша, или кто-то пьет. На самом деле, вообще, людям, ну, все равно, пьете вы или не пьете. Еще у меня отпал такой вопрос, такая проблема, не знаю, как это назвать. Раньше, когда мы заходили в какие-то магазины, или же, вот, например, мы едем куда-то в путешествие, заходим в дьюти-фри, ну, мы всегда там рассматриваем, что можно купить. Например, так проходишь где-нибудь в магазине, думаешь, о, вот, типа, вот этот алкоголь можно было бы попробовать, или сделать с ним коктейли, или вот все там рекомендуют вот это вино, вот его надо иметь в виду, и как-нибудь попробовать. Вот его уже так много людей порекомендовало. А сейчас просто эта информация, она прилетает мимо, я ее даже и не вижу. Если раньше я ее, ну, как-то замечала, она была в поле моего зрения, то теперь она вообще исчезла. Просто, ну, мне не нужно, не знаю, задаваться этим вопросом. То есть я прихожу в кафе, мне не нужно смотреть барную карту, мне не нужно выбирать. Я вам уже говорила про какие-то, не знаю, вторичные выгоды от употребления алкоголя для меня, а вот сейчас я понимаю, что я не пью, и когда я встречаюсь с друзьями, я провожу так же хорошо время, как и раньше. Оно, ну, то есть качественно как-то не ухудшилось. Я так же, не знаю, вовлечена в разговоры, мне так же интересно, мне так же весело, как и раньше, но получается нет вот этого дополнительного допинга, и получается все, что я делала с ним, я могу делать и без него. И, там, не знаю, вместо алкоголя пить колу, будь она неладна, либо, там, не знаю, лимонад или чай, и, в общем, это вообще, ну, никакой грустью не сопровождается. И поэтому я убеждаюсь, что я приняла правильное решение. Я сейчас, как и говорила, я не ставлю себе такого, что все, я не пью до конца своей жизни. Нет, ну, через год я посмотрю, как это будет. Если я через год решу снова начать пить, то вот это мое правило, максимум до двух, там, бокалов вина или до двух коктейлей сохраняется. Если я буду эту границу пересекать, то это вызовет у меня вопросы. А еще такое важное для меня изменение. Раньше, когда, вот, например, я начинала делать выпуски про экологию, как-то изучать эту тему, когда мы сами начали сортировать мусор, там, не знаю, собирать вторсырьё, мне хотелось донести это до каждого. Я расстраивалась, что люди этого не делают. Ну, то есть даже в моем близком окружении всего одна пара занимается сортировкой мусора сейчас. И меня раньше это сильно расстраивало. Я вот думала, что, ну, как же, вот вы же все такие продвинутые, ну, почему вы этого не делаете, это же так важно. И сейчас у меня нет этого. И пропало это все, наверное, с каким-то пониманием, что нужно учиться принимать все в этом мире. И у меня есть вот такая черта, пытаться, не знаю, навязывать, переубеждать людей. Когда я начала изучать психологию, я начала замечать многое, там, не знаю, у других людей, у моих друзей, подруг. И я считала своим долгом и обязанностью сказать им, что, ну, как же, ты не видишь, вот, тебе же надо вот это исправить, ну, как ты не понимаешь. Ну, вот я прям расстраивалась и пыталась как будто бы и так подойти, и эдак. А сейчас уже я понимаю, что нет, ну, вообще этого не нужно делать, пока человек тебя не попросит о чем-то. И, ну, как-то, я думаю, что у меня стало мягче вот эта моя черта. И в плане алкоголя у меня тоже нет такой задачи, чтобы донести до каждого, что это плохо или что-то такое, потому что нет, это все индивидуально. Но Минздрав, конечно же, предупреждает, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Но каждый несет ответственность сам, и поэтому я не считаю своим долгом кого-то в этом переубеждать. Каждый принимает решение, поэтому, если что, этой своей истории я не пыталась поставить и вас на вот эту дорожку. Мне просто хотелось именно поделиться своими мыслями. Наверное, для меня это важно, пока, может быть, я не понимаю, почему. Ну, у меня было прям сильное желание об этом рассказать. Наверное, позже я пойму, почему оно у меня было. На этом я буду завершать видео. По-моему, я рассказала все, что хотела. И буду рада, если вы напишите, зашел вам такой формат или нет, насколько интересно слушать такие видео. Вот. Спасибо, что посмотрели. Обнимаю. И пока-пока. Пока-пока.